Привет, ребята! Добро пожаловать на очередную рубрику проверки секретов с подписчиками. И сегодня мы будем, естественно, этим с вами и заниматься. Посмотрите, я нахожусь в Брукхейвене, это значит, что прямо сейчас мы и начинаем. Значит, у нас вот есть такой вот интересный прикол, что ли, или я не знаю, от Журавлёва. Он уже писал мне много-много комментариев, уже несколько раз я секретки от него смотрел. Сегодня у нас ещё одна интересная Брайс-секретка. Угу, только вот Брайс-секретка, это звучит как будто я секретка, ну ладно. Идёшь в пожарную станцию, в неё не заходишь, потом обходишь её с левой стороны, там дырка, прыгаешь в неё и всё. Что? Давайте проверим, ребята, что за дырка в пожарной станции. Давайте будем смотреть, конечно же, да, я думаю, тут не сильно далеко, можно пешочком добежать. Где-то какая-то там дырка есть, в неё можно зайти, ребят. Я, честно, я понятия не имею, что это за дырка, зачем она нужна, что там интересного мы с вами не сможем найти, но, надеюсь, что что-то интересное найдём. Давайте сначала с правой стороны. Посмотрите, у нас здесь провода, трубы как в бункере, кстати. Ну, это неудивительно, потому что трубы бывают одни, если что, да. Кстати, не забывайте про мой, ребята, второй английский канал, где я публикую истории и фильмы из Брукхейвен. Обязательно заходите, там новое вышло видео, очень интересно. Я там нянька, нянчусь с ребёнком, поэтому прыгайте в описании, либо в закреплённом комментарии будет ссылочка. После того, как вы смотрите это видео, обязательно переходите, ребята, вам очень понравится канал. Там скоро выйдет ещё новое видео, поэтому поддержите, подпишитесь, поставьте лайк, это реперы. Короче, вы знаете, что делать, я на вас рассчитываю. Ну, а мы возвращаемся в пожарку. И слева он сказал, нам нужно обойти, там будет дырка какая-то. Такс, ну, давай зайдём. Так, ну, есть какая-то дырка или нет, я не вижу. Вы видите, ребята? Ну, тут есть дверь, как бы. Но дырочки я никакой не вижу. Только вот это, что ли, да? Ну, не знаю, давайте попробуем маленьким стать и пролезть туда, может быть, мы там что-то интересное найдём. Такс. Ну, пройти туда я не могу. Это, это и есть секретка, типа, вот эта дырка, или, может быть, нам нужно какое-то прыгать? И как-то пролезть куда-то, или что? Ну, я ничего не вижу. Вообще. То есть мы, да, мы тут бегаем с вами, прыгаем, и всё, в принципе. То есть, единственное, кстати, что вот мы знаем, это то, что тут есть такая вот секретка, в которую можно теперь попасть. Но я почему-то не могу здесь попасть нифига, ну ладно. Короче, я не знаю, ребят, напишите в комментариях, что я не так делаю. Но либо этот секрет неправда, Либо здесь, ну просто, ну нет никакой дырки. Может быть, он имел в виду просто вот это, но это, я не знаю, это недостойно нашего внимания, если честно. Ладно, бежим смотреть следующий секрет. ММарк М пишет, вот такой секрет, два дня назад написал, три лайка собрал, я знаю секретку в доме по счёту 12. Заходишь на кухню, в угол ставишь мешок, там пустая комната, залайкайте, чтобы Брайс проверил. И тут написал человечек, что работает, поэтому давайте, наверное, автоматом поставим уже лайкосик и побежим смотреть, что же у нас тут такого интересного. Так, ну я остановился там, где остановился, и давайте будем смотреть на этот дом. Этот дом, ребята, у нас 12 по счёту, поэтому мы его сейчас с вами и поставим. Давайте вот здесь поставим, сделаем только 12 дня, чтобы было нормально. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот такой вот дом интересный. Кстати, вот такие вот дома, которым по сто лет, я давно их не использовал вообще никак. Смотрите, то есть я вот многие дома просто не брал, например, вот такой, или вот такой, или ещё какой-то там. Но вот это вот из тех домов, которые я очень редко беру. Ладно, давайте будем смотреть, что у нас здесь такого интересного есть. У нас здесь, в детском доме, нам нужно пройти на кухню, в угол ставишь мешок, и там пустая комната. На кухню. Ну, давайте проверим. На кухню поставить мешок. Куда только его поставить-то надо, вопрос хороший. Я не знаю. Так, давайте станем большим, наверное. Я не знаю, куда поставить, вы точно только что увидели голову Брайса. Так, я не знаю, куда тут можно поставить. Подожди. Ставишь мешок, там пустая комната. Заходишь на кухню и в угол. На кухню и в угол. В какой угол? Я так и не понял, в какой угол. В этот, что ли, или в какой? Ладно, давайте посмотрим. У нас где-то должен быть, ну, явно какой-то промежуток, да, в который можно залезть. Я не знаю, может быть, эта кухня на другом этаже. Или что-то в этом роде. Подожди, но это не тот дом. В доме по счету 12. Там заходят люди, поставили лайк. То есть, что-то работает, но явно не у меня. Так, я не знаю, ребята. Окей, давайте поставим. Но какая там комната? Ну, просто пустые стены, посмотрите. Если мы поставим сейчас спальный мешок, он просто насквозь пролезет. В чем прикол тогда? Не понял. А еще человек написал, что работает. Может, я неправильно посчитал? Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Десять, один, двенадцать. Ну да, все правильно. В чем тогда? Я не знаю. Я не знаю. Ребята, двенадцатый по счету дом. И у нас как бы тут ничего нет. Какая комната тут может быть? Может быть, реально на втором этаже что-то есть? Оно. Так, тут у нас туалет. Здесь у нас тоже ничего нет, как вы можете заметить. Стены у нас пустые. Абсолютно. Тут у нас тоже. Ну, ребята, я не знаю. Мошенничество какое-то, если честно. Я не вижу ничего, что нам помогло бы. Ну, действительно, секреты никакого нет. Потому что я, ну вот, я вам сейчас продемонстрирую. Может быть, вы просто не поймете, да? Что я имею в виду. Может быть, вы на канале. Но, к примеру, ставишь в угол. Да. Вот, допустим, в этот угол поставили. Так, я могу вообще. Ну, и вы видите, да? Что мы просто проваливаемся. Поэтому, да, секрет этот нерабочий. Мы уже проверяли, ребята, вот эту пачку секретов от Ирины Зурбеда. Где пытались понять, что за координаты там, да? У этих плохих ребят. Но она вот здесь написала три. А тогда она написала два. И здесь я интересный комментарий нашел. Что в торговом центре поднимись на второй этаж. Зайди в помещение для танцев. Там будет фото танцовщицы. Поставить на фото спальный мешок. И за стеной будет пустое пространство. Вот, вот это-то интересно, ребята. Я ни разу не проверял. И, в принципе, я в тех локациях даже не был. Ну, так скажем, не исследовал их, да? И я думаю, что это прекрасная возможность отправиться туда и посмотреть, что у нас там будет. Я уже перезашел, как бы, на сервер, да? У меня все тут сбросилось. Поэтому и едем. Что там у нас может быть? Там у нас, получается, есть танцовщицы. Второе. У нас там есть спортзал. И у нас есть это ТВ Стейшн и Хэппи Бургер. Вот вы, пожалуйста, ребята, если знаете секреты в этих местах, вы, пожалуйста, отпишите, потому что интересно. Интересно. Так, ну что, давайте посмотрим. У нас тут есть танцовщица где-то, фото танцовщицы. Так, вот у нас есть фото танцовщицы. Кстати, посмотрите, какой колхоз. Ну, неужели нельзя было сделать нормальный скрин без мышки? Ну, что же это такое? Вульфпак, ну, халтурит просто по полной программе. Посмотрите, ну, как можно скрин сделать, ну, и мышку не убрать. Ну, ты ж, ладно. Итак, вот здесь у нас секретное место какое-то есть. Давайте попробуем залезть. И правду, посмотрите. Вау! Прикольно. Так, а мы можем отсюда прям в Хэппи Бургер попасть, да? Хэппи Бургер. А ну, сейчас. Встань, братан. Так. Ну, опа! Слушайте, реально прикольный секрет, получается. Как вообще можно определить, что тут есть? Ну, да, видите, у нас под углом немножечко. Та-да. У нас еще есть, кстати, она написала, что тут еще как бы возле вытяжки есть секретка. Да, давайте мы сейчас ее посмотрим. Здесь еще, смотрите, тоже есть огромное секретное пространство, которое мало кто знает. Но оно здесь есть. Это прикольно, это прикольно. Окей, ребята, интересный секрет. Давайте будем... А может быть тут у нас что-то есть интересное? Давайте попробуем. Такс. Что у нас вообще по стенам? Давайте попробуем проверить. Ага. То есть мы с вами... Ага. Все, понял. Короче, нет, мы тут не сможем никуда пробагаться. У нас здесь нет никаких интересных вещей. Вот мне интересно, а тут есть еще какие-то секретки у нас или нет? Ребята, как вы думаете? У нас тут какие-то коробки есть, еще что-то. Ну ладно, ладно. Хорошо. Двигаем смотреть следующий секрет от наших любимых подписчиков. Алиса Себа пишет вот такой секрет. Брайс, если пойти в торговый центр, там где спортзал, взять серую гантелю и лечь туда, где синяя или красная гантеля, то увидишь, что будет. Проверь, пожалуйста, пишу третий раз. И 18 лайков собрал. То есть люди действительно хотят, чтобы я это проверял. Давайте будем проверять, чего бы нет. Так, что нам нужно? Нам нужно взять гантелю. Ого, у нас там такой гром, ребята, на улице, что просто капец, уже страшно становится. Так, что? У меня пропал куда-то этот комментарий. Ага, вот он. Взять серую гантелю или лечь туда, где синяя или красная гантеля. Давайте попробуем. Взять серую гантелю и лечь туда, где синяя или красная. Давайте вот красную. Вау! Ребята, вот это мы жесткие с вами. Смотрите. Просто на два этих фронта с вами воюют. Посмотри, что делает. Реально прикольный баг. Ну, так, получается, если мы убираем, то мы якобы качаемся, да? Если мы так делаем, то мы качаемся с вами еще лучше, да? То есть у нас еще по 50 килограмм вот такие гантели. Интересно. А если вот здесь попробовать? Давай возьмем. То же самое. Прикольно. Стоп. Подожди. Ага, он, смотрите, он детектит нормально. То есть, смотрите, прикол. Ааа, у нас одна гантеля, но она работает с этими лежаками. А ну сюда можно? А нет. А нет, смотрите. То есть, когда мы ложимся, у нас появляется вторая гантеля. Смотрите. Вот мы, мы лежим. Вот, вот, давайте даже... Так, у меня все залагало. Я, смотрите, вот, я беру гантелю. А, вот видите, на F у нас появляется вторая гантеля. Но обратите внимание на занятия. То есть мы делаем вот такие вот поднимания и разводим руки в сторону. Но, если мы садимся сюда, то обратите внимание, что мы еще якобы... Ой, вот, тут уже все странно происходит. Так, сейчас. Видите, одной рукой он как будто вверх поднимает. Стоп, она у нас вот здесь вроде работала. Окей. Интересный, 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 ребята. Секретка. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Павел Вершинин пишет уже третий раз. Пишет, заметь. Кстати, я забыл вот этим вот двум ребятишкам поставить лайки за комментарии. И давай тебе тоже поставим. Привет, Брайс. Я нашел секретку в ракете. Там есть комната с капсулами. И еще есть кнопка, которая меняет комнату. Так вот, ставишь медицинскую комнату. И там появляется штука, на которую можно лечь. Ты должен быстро лечь на нее. Одновременно нажать на кнопку изменения комнаты. Ты окажешься под картой. Вау. Давайте проверим, ребята. Звучит интересно. Мы сейчас с вами телепортируемся к моему дому. Давайте. Заменим его на ракету. Как это сделать? Ага. Сам внизу у нас ракета. И сейчас наша задача состоит в том, чтобы мы быстро легли. И нажали на кнопку смены комнаты. Это у нас комната, ребята, где у нас медицинская там что-то там. Так, нам сюда. Давайте заходим. Открывай. Так, спускаемся вниз. И вот здесь у нас будет какая-то вечеринка. Так, мы с вами сделаем. Так, и что мне нужно сделать? Погоди. Ты должен быстро лечь на нее, одновременно нажать на кнопку изменения комнаты. Ты окажешься под картой. А, вот как. Ну, давай попробуем. Оп. Так. Оп. Нет, не работает. Оп. Блин, я не успеваю сесть. Лечь. Оп. Блин, не успеваю. Блядь. Эть, эть. Я не успеваю. Тут у меня, у меня, у меня мышка. У меня мышка, ребята, сразу. Давайте вот так попробуем, что ли. Так, сейчас. У меня мышка, ребята, сразу вниз. Давайте. Сейчас. Эть. У меня не получается. Это нужно слабый компьютер или что, пока он там прогрузит или что. Но у меня очень все быстро прогружается. Я тупо... Может быть, в капсулу нужно лечь? А, нет, оно никакой разницы нет. Эээ. Но уже. Блин, не работает. Я не знаю, ребята, у меня не работает. Так. Я тупо не успеваю. Возможно, это как-то можно сделать с помощью телефона. Но мышкой это сделать просто невозможно. Эть. Нет, видите, у меня не получается. Я нажимаю, ребят, по сто раз. Не работает. Ну, ладно. Хрен с ним. Следующее видео, ребята, выйдет совсем скоро. А пока вы ждете новое видео, залетайте на мой второй канал. Чекните новый видос. Если вам понравится, поставьте лайк. Если понравится канал, подпишитесь. Мне очень нужна ваша поддержка. Я вас очень люблю. И надеюсь, что вы поможете развить этот проект. Потому что он очень сложный. И, да, очень затратный. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...